День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. И еще раз говорим доброе утро. Поздравляем всех тех, кто сегодня отправляется в школу на занятия в институте. Поздравляем учителей, которые будут учить детей. Будем поздравлять, конечно, и преподавателей вузов, всех с днем знаний. Ну и, конечно, надеемся, что знания несут не только учебные заведения, но и в том числе радиостанция Болтком. Мы рассказываем о каких-то вещах, которые может быть, информация, которая может помочь людям. И, в частности, сейчас мы хотели бы поговорить о социальном предпринимательстве в Латвии. Насколько программы помогают людям получить работу. И таким образом, в общем-то, может быть, почувствовать себя нужными обществу. И об этом мы будем говорить с главой ассоциации социального предпринимательства Латвии Регита Зейля с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. И с Лаурой Калнини, председателем правления социального предприятия Телпа Берна. Доброе утро. Доброе утро. Прекрасно, связь установлена, проверен сигнал, все у нас хорошо. И звук, и видео имеется. Регита, давайте начнем с вас. Во-первых, что такое социальное предпринимательство? Насколько оно развито в Латвии? И чему оно служит? Для чего оно нужно? Почему оно важно? Да, конечно. Социальное предпринимательство подразумевает производство товаров или оказание услуг с целью решения какой-либо социальной проблемы или создание пользы для общества, а не максимизация прибыли для владельцев предприятия. Это означает, что это бизнес с социальной целью. И таких в Латвии много. Но, конечно, мы хотели бы, что их еще больше. Но хотела бы сказать тоже, что социальное предпринимательство – это не только дать работу кому-то из социальных групп, но тоже делать какое-то благо социальное, может быть, в образовании или, может быть, в интеграции с услугами или еще в другом плане. Так что социальное предпринимательство – это деятельство с социальным целью. И у нас в Латвии где-то 209 социальных предпринимателей, таких, у которых есть статус социального предприятия. И сейчас тоже мы актуализируем социальные предпринимательства в сентябре семинарами, чтобы тоже рассказывать, что же они делают, например, тоже в образовании. Какая польза от них общества и что они уже сделали для общества, и что еще могут делать в образовании. И это уже завтра будет. Рассмотрим примеры накануне этого семинара, и как раз в День знаний, и об образовании так все у нас удачно складывается. Да, например, завтра услышим примеры от таких социальных предпринимателей, как лабораториум, где Мартин Чкулбис может рассказывать про то, как учить химию интересно. Также будем услышать историю про турника на привата видеоскола, которая главная цель – это интеграция детей с инвалидностью в учебе и в образовании. И третья история будет про Дроша Свеллбраушна Скола, которая учит неформально спорт, и которая есть в Марупе как большой парк для BMX-ов, и для учебы, как ездить так, чтобы это было безопасно. 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 Да, конечно, безопасная езда на велосипедах, она сверхактуальна не только в Марупе, но и в Риге в связи со всеми этими велодорожками пресловутыми. Да, но у меня вот вопрос, как стать социальным предпринимателем, и может ли, например, ну вот просто предприниматель, ну быть с одной стороны предпринимателем, у него бизнес, который приносит деньги, и, например, бизнес, который дает возможность что-то сделать для общества. Да, конечно, каждый предприятель может для себя понять, какой ему главная социальная цель, но, конечно же, это очень важно, что это главная цель, и что все активности есть с этой целью, и что он, все активности, которые он делает, он делает для этой социальной проблемы. Это не может быть что-то, что раз в году что-то подарили для школы. Нет, это нужно быть, что это социальное предпринимательство, она то, что бизнес делает каждый день. Но, конечно же, как стать социальным предпринимателем, это не так уж сложно. Главное министерство, которое работает в социальному предпринимательству, это министерство благосостояния, и там есть критерии, которые нужно с этими критериями быть предпринимателем, и тогда он может уже достать этот статус социального предприятия. Ну, может быть, как раз и спросим Лауру Калнию, председателя правления социального предприятия ТЛП Берном, о том, как пришла мысль открыть, чем занимается, в общем-то, и какой смысл от этой работы. Ну, известно, что ТЛП Берном занимается с детьми, с расстройствами аутентичного спектра. Лаура? Да, спасибо. Во-первых, я всех хочу поздравлять первым вам сентябрем и пожелать для маленьких и для взрослых, чтобы эта жажда узнать, пока мы живём, никогда не закончилась. Ой, как красиво сказали. Спасибо. Мы, безусловно, присоединяемся к вашим словам. Спасибо. Да, как я начала свою цель? Почти 10 лет назад я открыла свой первый детский садик в Саукрасте. И первые 5-7 лет это был, ну, как сказать, простой нормальный бизнес без этого социального цели. Ну, вот по эти 6-7 лет я чувствовала, люди пришли и спросили, вот у нас есть такая проблема с детьми. Мы очень хотели, чтобы они вот здесь чувствовали принятые, но не можем найти, вот где и как. И это было раз, два, три. И тоже моя подруга, у ней есть сын с аутистским спектром. И она мне очень помогла, вообще-то, сопросто, что эта проблема значит, как эти дети чувствуют, как они думают, и какие проблемы у родителей, которые есть дети с спектром аутизма. И год назад мы вот изменили программу, и сейчас у нас есть в Типселе филиаль, где мы интегрировали дети с спектром аутизма. Ну, с другой стороны, вы сказали, что начинали вот именно как бизнес-предприятие, то есть для того, чтобы получать прибыль. Вот за счет чего сейчас, ну, то есть существуете вы, то есть для вас это все-таки, ну, я понимаю, что необходимость ведь платить зарплаты, платить аренду и так далее, ну, и самой получать тоже прибыль. То есть в чем интерес предпринимателя заниматься социальным предпринимателем? Ну, это же вопрос детский садик, ну, не для деньги, это, я извиняюсь, мой русский язык не очень хороший. Лаура, вы спокойно можете говорить на латышском. Мы прекрасно все понимаем, да. Да. Переходите на латышский. Детский садик – это бизнес, который извиняюсь не для денег. Это вот, но это… Для души, призвание, удовольствие, кайф. Ну, может быть, этот «Айтин Айюн» слишком громко сказан, но вот это потому что вот ведь ты чувствуешь эту цель, ты хочешь этим заниматься. И гандариумс, ты… Когда ты вот конца день, ты знаешь, что ты делал что-то хорошего. Вот это самый-самый главный. Вот в моем бизнесе вообще с детским садиком и вот социальный бизнес – это, я думаю, это самое главное, что человек чувствует, что он делает что-то такого, что нужно для всех, что, ну, вот эта теплость в сердце, которым есть конца день – это самое-самое главное. И я думаю, что, ну, не для всех, но большая часть всех, у которых есть социальный бизнес – вот этот самый главный. Вот это внутреннее чувство, что ты делаешь хорошего. Ну, тем не менее, Регита, наверняка, я напоминаю, мы общаемся на тему социального предпринимательства, во-первых, с Регитой Зейлей, главой Ассоциации социального предпринимательства Латвии, и Лаура Калнани, председатель правления социального предприятия ТЛПБР, нам только что рассказала о своем опыте, почему она этим занимается. Такие душевные порывы, что называется, чистосердечные. Но, тем не менее, Регита, есть же наверняка какие-то налоговые преференции и прочие интересные такие вещи с точки зрения бизнеса, которыми могут пользоваться предприятия вот такой социальной направленности. Таких больших налоговых хороших вещей, может быть, для социальных предпринимателей еще нету, но мы видим, что интерес есть, и тоже прежде было очень хорошее финансирование от АЛТУ, которое было грант социального предпринимательства, и это использовали больше, чем 125 социальных предприятий, и это было от Европейского социального фонда. А сейчас есть такие вещи, которые может делать муниципалитет в своем регионе, чтобы помочь социальным предприятиям, чтобы сделать больше, чтобы у них было больше социальных предприятий. Но для тех, у которых есть только идея, мы приглашаем принять участие в конкурсе социального предпринимательства, которое уже сейчас мы огласили хорошему расти 2021. Так что если у вас есть идея социального предприятия, то мы приглашаем дать заявку и получить, может быть, 2000 евро для вашей идеи социального предпринимательства. А вот этому конкурс идей социальных предприятий хорошему расти, хорошему быть. Где искать информацию, где подавать заявку, кто может участвовать? Да, в конкурсе приглашаем принять участие нынешние и тоже будущие социальные предприятия, у которых есть только идея. Заявку можно подать до 10 сентября, и участникам необходимо заполнить электронную заявку, которую вы можете найти в Delphi.lv или Delphi.ru и также в нашей страничке ассоциации социального предпринимательства sociala.lb.lb. И там можете тоже подать заявку, и, может быть, вы будете та идея, которая получит 2000 евро, потому что у нас будет два главных приза, одна из жюри, а вторая от зрителей. Так что тоже смотрите на Delphi.lv или Delphi.ru, потому что у зрителей тоже будет возможность голосовать за своего фаворита. Я хочу отметить, что надо смотреть на портал Mix News.lv, где, конечно же, появится эта информация со всеми ссылками. Нам просто ближе наш портал, прошу понять правильно. Да, у тебя есть вопрос. Да, у меня вопрос был, насколько эта идея должна быть глобальной, в какого рода это может быть идея, которая должна рассматриваться как именно социальное предпринимательство. Я думаю, что главное понять, какую социальную проблему вы можете и хотите решать, какая главная цель, и во втором, какой будет бизнес. И нашли ли вы этот бизнес-модель, в которой вы можете решить эту проблему или помочь и государству, или вашему муниципалитету эту проблему решить. И, конечно, главные критерии – это что вы осознаваете, как вы можете это делать, какая социальная цель, социальная проблема, и также какой бизнес-идея у вас есть. Может быть, Лаура подскажет. Лаура, на ваш взгляд, какие сферы наиболее востребованы в социальном предпринимательстве? Это дети, возможно, люди с особыми потребностями более взрослого возраста? Ну, я бы хотела пожелать, чтобы когда человек готов к социальному бизнесу, как это при... Откричь, да... Соби он не смотрел не так... Ну, смотрел внутри себя, и вот чувствовал, с чем он хочет заниматься, как он чувствует себя в собедребу, ну, собедреба, как он себя изжет собедреба, чтобы он не так вот думал это или это, или это, но смотрел внутри себя. Вот, и если он это почувствует внутри себя, он и будет знать, какой цель дальше. Красивый ответ. Реггита, а на ваш взгляд важно смотреть на конъюнктуру, если можно так назвать, в плане социального предпринимательства, конъюнктура рынка или действительно внутренний позыв, вот как сердечко подскажет, что важнее? Я думаю, что самое важное это баланс обе сторон и то, чтобы понять, как лучше всего можно работать в социальном предпринимательстве, потому что это, конечно, нелегко, потому что бизнес — это вообще нелегко, а социальное предпринимательство — это дважды трудно, потому что тебе всё время надо думать про социальную проблему, как ты помогаешь обществу его решать, но также тебе нужно и думать про бизнес, что можно сделать, как продать то, что ты производишь, или как найти тех, которые будут купить твой сервис, твои услуги. Поэтому это, конечно, нелегко, но, как Лаура говорила, и это тоже то, что я вижу у социальных предпринимателей, что это для них очень важно, что это всё же от сердца, и всё равно, в какой форме они работают. Может быть, они начинают как общество или как просто бизнес, но это самое главное, что мы сами можем думать, как мы можем решать проблему. Не только потому, что там есть какие-то деньги или налоговые хорошие дела, но это больше, что мы можем это сам делать и делать в социальном предпринимательстве. 209, вот вы сказали, социальных предприятий. Сейчас это много или мало? Сколько вообще нужно для того, чтобы, ну, сколько ещё было бы хорошо, чтобы появилось социальных предпринимателей? Я думаю, что социальных предпринимателей таких, которые работают с главными принципами, больше и больше, чем эта цифра, потому что эти только те, у которых есть статус социального предприятия. Но я думаю, что очень многие социальные предприятия тоже работают как общество или как простой бизнес. Но я очень рада, что тоже для простого бизнеса это важнее и важнее думать про социальную отдачу, что мы делаем для общества, что мы отдаём. Потому что я думаю, что, конечно, в идеальном мире каждый бизнес был бы социальный бизнес. Потому что каждый бизнес думал бы, что мы делаем для общества, как мы работаем. Поэтому нет такой цифры, что это было, не знаю, 500 и будет хорошо. Нет, я думаю, что каждому бизнесу надо думать про то, что они делают для общества, и тогда мы будем все жить лучше. Но я думаю, социальные предприниматели те, которые могут показать путь, показать, где начать и как начать. И, конечно, это самая большая главная цель в том, что мы все вместе можем изменить мир, если только мы начинаем что-то делать. Так что маленькими шагами вперед, и я думаю, что у нас получится. Я думаю, это удачный финал. Тут ни убавить, ни прибавить. Конечно же, были еще вопросы, но кому не нужны эти вопросы? Огромное спасибо главе Ассоциации социального предпринимательства Латвии Регет и Зейли и Лауре Калнане, председателю управления социального предприятия ТЛП Бернам, за эту беседу. Итак, начинается конкурс, подача заявок. Вот все подробности чуть-чуть позже на портале Микс Мюс ЛВ. Можно будет прочитать условия и, может быть, заявить свои идеи и сделать мир чуточку лучше. Всего доброго. Всего доброго вам. У нас пауза, после которой музыкальная гостья.